так сегодня у нас 19 ноября 2019 года вот опять продолжаем мы священно действовать для желудка но с божьей помощью конечно помолившись господи благослови вот а я тоже молюсь господи благослови стряпала на сестра не они вот щукина вот сейчас она болеет не может нам помогать следом спросил вот мы купили дрожжей вот такие тоже быстро глубже к сухие муку сухие а вот если что приближается удаляется ну так и хорошо 11 грамм с 11 грамм французские французские да не очень дорогие я не хоро на килограмм муки один пакетик завел три три с половиной литра воды получается сюда добавил три пакетика дрожжей размешал сейчас их вилочки также добавляется сахар сахар ложка сахара на 1 литр воды ну это не для сладости для того чтобы лучше действовать и дрожжи соединение ну как вы помните самая короткая притча женщина взяла три меры муки ну три меры муки маловато это все это бы такой пресный хлеб получился что а я я и ну да положила закваску а в закваске здесь входят дрожжи сахар соль и растительное масло чтобы не пригорало я так понимаю соль вот она под низом да здесь все на месте очень хорошие а там открытое посмотрите да должно быть открыто байкалочка советов очень хорошо на и даже салки отлично идет сейчас подожди ка вот понятно откуда берется само название да это так у нас кстати тоже в алтайском краю края сапропель есть ну сапропель это тот ил соляной который потом используется один очищается получается сама соль там не одна соли сапропель называется такую да есть она во первых меньше солености там потому что там же она убирается там всякие мусор и с нее и вы им лечат даже там откладывают людей там делают закваски всякие вот соль он соленые озера есть да видно что не большая горочка чуть-чуть какие крупиночки а крупиночки а здесь свет подожди давай ка свет включаю крупиночки даже это давай посмотрим крупиночки чуть можно видно чтоб тут такая она она не но видно что они крупная да они просто не сильно мелкая да да это видно хорошо видно три ложки не круп не крупные не крупной солью вот так это хозяйка любая знает есть некрупная соль мелкая но это не очень мелкая такая средняя будем говорить помола есть еще мельче как пыль без горочки три достаточно до горочки горочки практически нету ну хлеб он не должен быть соленым это однозначно хотя вот у нас хлебопечка и там 10 видов разных хлебов и есть сладкий хлеб но это разные рецепты разных народов но у нас французские хлебопечка французской там все французские и там есть с орехами хлеб есть хлеб с фруктами есть хлеб и жжемой муки а вы это вот в своей чудо-чудо печки это стряптый хлеб большой такой 1200 сразу добавляли да конечно сразу у нас там мерная ложечка была добавляли но там сколько в нервной ложечки ну столовая ложка может полторы масла все не больше просто я сейчас завожу опару то есть у меня опара будет заводиться потом уже буду добавлять все основное тесто ну это в тесто в тесто вместе с водой туда это когда перемешивается то есть сейчас я думаю пока не надо в опару по моему я сейчас не помню добавлял в опару я что-то не спросил по моему добавлял прям туда в опару я все это да потому что потом отмывал это все ну видишь я то добавлял как подожди не надо у нас то прям туда все заливается и она сама мешает а тут ты можешь по-другому как-то сделать я не знаю вот этот я думаю я же в русской печи стряпал в потерявке я иногда добавлял когда опару сделаться начинаю замешивать и тогда добавлял масло и тогда все таки у нас все равно тут тоже перемешается перемешается да потому что тут же намесить будет потом все это получается то есть как я был научен так я примерно примерно делал пары то есть должна быть консистенция вот это вот в виде когда вот заводишь на оладушки такой брат ты возьми такую же полимерную кружку сухую и ей будешь туда насыпать прям раз кружкой чтобы не это не черпать она не удобно черпать муку будешь допустим я просто не жена знаете сколько ты в нее будешь добавлять кружкой а уж да да иначе ты эти тяжело будет ей крышку может уже ничего и не делать она не нужна сейчас крышка нужно было когда вы взвешивали все сколько вес сухую только возьми чтоб сухонько же все и ей прям будешь туда насыпать на кружку полную черпань туда нас и по-моему полторы кружки нам этого нет и надо нажимать на ручку еще еще две кружки как раз ага все кружку там прям оставляй муки вот так ручка и жми тюк 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 тю Да, 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 это точно. Ну, видишь, оно не для таких мощных объемов, как у нас. Да, да. Ну, еще прям подсыпай. Еще прям по-быстрому. Да, это быстро все. Да, да. Хорошо работает. Вот, Даша. Вина нет? Да, да, да. Как ходит-то? Да, как прям двигается. Сейчас. Вот сейчас видно. Да. Да. Все. Только ты ее не переворачивай в эту, а туда сразу скидывай, то, что там. Сам механизм. Классный, да. Туда сбрось. Что сбрось? Ну, то, что там есть, туда вытряхывай. Не, не сюда! Ты зачем сеешь-то? А, знаешь. Туда вытряхывай, прям в раковину, хоп. Да, в раковину там немного все. На принципе она чистая. Ну, да, наверное. Поэтому там же бывают всякие ниточки с этих попадают. Да. Поэтому это делается. А ты обратно ее. Зачем тогда рукой-то? Зачем тогда, Володь, ты столько сил тратил? Мышцы качал. Ну, да. Ну, так легко работает. Хорошо. Вот она высыпается. Ну, вот одна такая, стаканчик, вот этот, как он называется, ситочка, стаканчик. Вес муки в нем полный. Вес муки в нем полный. 270 грамм. Вот. Нам надо 10 таких стаканчиков. Два засыпалки вот еще. Сейчас на опару пока немножко. А, ты на опару. Ну, да, да. Ну, это понятно. Только у нас притча, она немножко, чуть-чуть это, не женщина взяла, а Владимир Пащенко взял. Три меры муки. Три меры муки. Именно три килограмма, понимаешь? Три меры. Я работал одно время на пекаре. Мне нравилось. Я там гульщиком просто работал. У меня там дядька, родной, пекарем. Мне этот запах хлеба всегда нравится. Слушай, я работал на хлебозаводе. Ну, там везде. Я и замешивал тесто. Ну, в тестомеске, конечно. И в сухарнице работал. Сухари выкатывал, закатывал туда хлеб. Ой, страшное место такое жаркое. Раздеваешься по пояс. И там же нельзя, чтобы все охлаждалось. Немножко ждешь, чтобы остыло. Туда забегаешь. В этих рукавицах потеешь. Там крысы бегают под ногами. Пищат. Эти сухари выкатываешь туда. За это нам давали бутылку молока на обед. И молока и кефира. А мы менялись. Ну, что там в зависимости от желания. У нас там двое мы работали. А бывало просто оставляли по бутылочке кефира и молока. А бутылку молока и кефира меняли у девочек, которые делали булочки. И они нам там допустим 3-4 могли булочки дать за бутылочку молока или кефира. Представь себе, бесплатно покушали. Но это был социализм глухой еще. Это был где-то 1984 год. А мы у нас в деревне ходили. Специально там у нас одна тоже работала. Женщина знакомая. Вот моего друга. Мать вернее. Мы там даже пироги стряпали. Как топливные. Ну, ты такой самостоятельный всегда был. Поэтому, видишь, легко берешься за это дело. Ну, а я б-то и этим занимался. Вот чем мы сейчас занимаемся. Только я делал лепешки. Лепешки мои. Мне даже это. Как-то подходит сестра нам потерять. Елена Устинна, Володя. А ты не дашь ей сет, как ты стряпаешь лепешкой? Я удивился. Ты что сестра? Это я у тебя должен спрашивать. А не ты меня. Ну, вот я могу сказать, что в тайге вот лепешки. Все говорили. Не берите хлеба, Игорь Владимирович. Не надо нам хлеба, ребята, рабочие, которые были. Лепешки будем есть. Хорошо. Они тоже поедаются. Поедаются. Со временем. А потом даже сухарик какой-то. Сперва вроде в охотку. А, высыпай туда. Видно. Ага. Ну, конечно, остается. Четвертая уже. Половину требуется сразу замести. Кстати, знаешь, чтобы не мерить в следующий раз, вот эту вот, вот эту вот, ну, полимерную вот квадратную посуду, надо было замерить сейчас, сколько ты ее засыпаешь. И прямо ее засыпаешь столько, и черпай потом туда. Ну, я примерно познаю, сколько она сыпает. А, примерно, знаешь? Да. Ну, и все, там это же можно уже дальше на примерности делать. Конечно. Просыпать. И более того, если у тебя сито есть, то можно сито взять. У нас сито нету такого простого. И прямо через сито. Ну, через сито это лучше, чем сито. Сито тоже не очень хорошо. Это кажется быстро-быстро, как начнешь им трясти, оно во все стороны трясется. А здесь, почему вот стаканчик этот сделан? Потому что ты можешь использовать маленькую тару. А сито, оно же не просыпется просто так. Его надо трясти тоже. Так что, я думаю, что... А без труда, как говорят в России, не выемешь и рыбку из труда. Да, да, да. Единственное, может надо было объем воды, я сразу замешал эту опару. Замешиваю. Надо было поменьше все-таки с первой воды сделать. Опара же она меньше заводится. Да мы с тобой посчитали, воды нормальное количество. Нет, я об опаре говорю. А, для начала. Ну, теперь уже что сделаешь, брат? Теперь уже у тебя все. Не будем же мы сейчас выливать это тесто? Да. Главное, нужно точные размеры указать. То есть, вот получается у нас сколько? Получается 3 килограмма муки, 3 пачки дрожжей вот таких. Получается 5. Так. Потом дальше сколько соли получается на это все положи? 3 ложки. 3 ложки соли. На каждый килограмм, да? Нет, но на литр воды считается. На литр воды. Ну, у нас получилось так, что 3 литра воды, 3 килограмма муки, 3 пачки дрожжей, 3 ложки соли и сахара. 3 ложки сахара. И 3 ложки сахара. Еще и масло будет 3 ложки. И 3 ложки. Ну, то есть, все по 3 получается. Очень легко. И главное теперь, чтобы получился хороший хлеб. Ну, сейчас мы увидим какое тесто будет. Такое будет и хлебушек. Все. А вот в чем будет у нас хлебушек запекаться. Вот такие вот. Тройная. Вот такая хлебная форма. Такая, как применялась в социализме. Вот у нас на хлебзаводе такие вот были формы хлеба. Один из хлебов такой был. Простой, классический. У нас по теряльке. 21 булка входит в русскую печь. Вот такие же. Такие, точно такие. По три, да? Да, по три. Только они там вдоль идут. Тут у тебя идут в рядышке, а там вдоль идут. Ага, понятно. Когда-то занималась, иногда когда отец был живой. Занимались. Ну, а теперь что уже одна с Сергеем. Сергей не всегда есть. Сергей, он сейчас похудел, он как. Ну да, он молодец. Не хочет. В этом отношении он будет столько сын. Да, да, да. Ему теперь осталось только до конца узнать, что больше тайны беззакония никак не будет. То есть он не придумает никак. Нет, наоборот. Нет, нет. Другая штучка. Другая штучка. Другая штучка. А, вот эта? Да, вот эта вниз, а та вверх. А не одинаковая? Нет, не одинаковая. Не одинаковая? Немножко разные. Угу. Такое придумать, сказать, что через несколько лет демократов назовут тайной беззакония. Это совершенно историю не значит. Демократы идут от сотворения мира. А коммунизм придуманная сатаной религия для совершенных безбожников-атеистов. Чтобы совратить как можно больше людей. И руками же самих людей поубивать. А человек убитый идет уже в ад практически. Ты с оружием в руках. Вот сколько во Вторую мировую войну погибло. Говорят, мирного населения где-то 50 миллионов. Мирного, которое не воевало. И солдат 20 миллионов. Из них больше половины, где-то 15, это русские. А остальные там немцы. Немцев там где-то 4-3 миллиона. Так, вот эта крышка, да? Да, да. Так, куда здесь можно поставить-то будет? А, прям закрой хорошенько, прям по кругу пройдись. Оно закрывается. Вот так, вот так, да, да, да. Оно отщелкнется, когда надо. Да? Если надуется, да? Да. Ну все. И теперь туда на пол ставь в ванной. Там горячий пол у нас. Горячим полом быстро так подойдет. Ну, так пока все. Продолжение. Все, тесто подошло у нас. Мы уже, считай, я два раза подмешивал. Сейчас мы будем форму, я смазать и закладывать будем. Все, это у нас опара была. Потом я муки подмешал. А напомни, сколько тут всего вот заложено? Что вот на такой тазик 15-ти литровый получилось? Получилось 3,5 литра воды. 3,5 все-таки, да? Да, я половинку еще добавлю. Ага. Немножко прохладно. 3 килограмма муки, да? 3 килограмма муки, сколько? 3 ложки соли, 3 ложки сахара, 3 ложки масла. Но масло может чуть побольше. Маслица вы кладете нерафинированное, чтобы запашок был такой. Да, да, да. Ну вот так, когда начинаешь нюхать вот это тесто. Вот странно, что оно чуть-чуть пахнет как бы дрожжами, хлебом и немножко-немножко аромат маслица идет. А потом все это выжаривается. В семечах, да. Потом ничего не будет. Все нормально будет вообще. Ну вот сейчас формы. Смазывается маслом. Угу. Самое главное промазать уголки, чтобы потом хлеба вылезла оттуда. Не случилось. Кисточка хорошая такая специальная. Некоторые даже такие как, сами знаю, говорят, а может без масла лучше. Нет, без масла нет. Потому что бывает хлеб не допекется, его потом не вытряхнешь оттуда. Даже не допечет. Даже если смазан, мы не допечем. Придется, в общем, очень долго отмачивать все это, да? Да, да, да. И потом, да, это все остается и приходится потом отмачивать. Ага. 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 Видите, простое все. Да, да. Посмотрите. Вот это что-то звонит. Не вовремя. Вот это что-то звонит. Не вовремя. Ну да, оно здесь. А то я все советую с нашей сестрой Неанилой Щукиной, которая как раз там занималась. Выточки ходили. Ааа. Посмотрим, что он что-то понял. Сейчас спешу. Ага. 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 Ну, это понятно, это я знаю, да. Да, да, да. Нет, я сейчас это смазываю формой и буду закладывать туда тесто. Я это, как сказать, два раза подмешивал в тазике, вот сейчас буду из тазика выкладывать форму. Ну, я понял, да, пока не поднимется, да, доверху. У меня Нила Алексеевна Щукина разговаривали с братом. Она была пекарем хлеба для братья Игната Тихоновича, наверное, в течение восьми лет. Может, где-то минут сорок, чтобы где-то форма постояла, чтобы поднимался. Ну, здесь быстро, здесь еще дороже, а он минут сорок стоять не будет. Нет, это не надо сорок здесь. Это какой-то, может быть, с другой закваски, а это быстрое. Ну, ты сам видел, как быстро все поделось и очень быстро. Не будем говорить, что случилось. Да, сами догадаетесь. Да. Мы тут решили пообедать, ну, и заобедались, называется. Хотя мы очень быстро обедаем. Ну, вот так вот произошло все. Отряд не досчитался одного бойца. Ну, вот с ни одного, одной руки бойца. Ну, ничего, мы это все дадим, как говорится, ума и тому, что потеряли мы немножечко. Да, ну, что, на какой момент? Обычно или маслом смазывается, или водой смачивается? Руки? Да, чтобы не привезли. Ну, возьми этот топорвер, жжу оранжевый. Налей его и руки смачивай. Поставься, где удобно. На пеканиях я видел, в основном, водой делается. Ну, и правильно. А меня это, все-таки, а потерять, иногда советую маслом. Я и маслом делаю тоже. Ага. Ну, смотри, водой не пойдет, у нас есть и масло. Сейчас хорошо живем. Хоть некоторые рассказывают о гонениях великих. Некоторые шланы склеят. Так, 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 это интересно уже. Вот. Колобаху такую делает, брат. Вот, закладывает колобаху. Не больше, чем две трети от формы. Да, можно и половинку. Можно половинку, но пока что мы еще точно не знаем. Это все, все первый раз у нас происходит. Не смочилось. Не смочилось все-таки? Нет, только портова не смочилась. А, ну, конечно, только залез опять туда. Навык должен. Ну, да. Надо работать постоянно. Я видел, как лепешки делают эти, как пиццы итальянские. Так они их крутят, вот так прям, что раскручивают на руке. Щелк ее. Она четко ложится, сколько надо. Ну, каких только мастеров не было. Может, чуть-чуть, надо было вот погустее, может быть. Чуть-чуть погустее. В принципе, пойдет. Отрывается нормально. Смочено это, что? Нет, просто его обычно еще это. И что, еще он выйдет на столько же форм, да? Да, да, выйдет. Нормально. Ну, только надо это. Я не знаю, можно его, можете перекиснуть очень долго. Пока печется? Пока первая партия, да, печется. А что сделать, чтобы не перекисло? Ну, нельзя в холод-то выносить. Я вот это не знаю. Сколько надо, чтобы перекисло? Я вот этого тоже не знаю. Видишь, быстро 10-й дружи. Очень дело. Ну, я могу только одно сказать. Если из этого тазика переложить вот в тот топорвер, он в белый, которым у нас все начиналось, то не перекиснет, потому что этот топорвер, он имеет свойство сохранять полезность продукта в течение нескольких дней. Так что, я думаю, ничего не будет. Его сейчас поставить, крышечкой прикрыть. И пускай только не в теплом стоит месте, а вот здесь прям пускай стоит или вот туда поставить. может даже и здесь, я думаю, может сохраниться. Да, конечно, сохранится, я думаю. Все, это я убираю сейчас. Чувствуется, что брат очень сильно заинтересован в экологии нашей экосистемы, нашей всего вселенского масштаба. Воду просто так не тратит. Ну, взял для рубки воду, все, закончил, еще и помыл. Ну, ты можешь сполоснуть и это, из-под крана маленькой стулькой. Кран такой, кран специальный, он такой этот, гофрированный шланг, и он такой оплетки полимерный, очень хороший. Кое-что можно двигать его, как хочешь, как гуся какого-то, лебедя, шею, да? На этом плане нормально. Ну, пока там же поставь, потому что еще тебе понадобится. Так что. Так, все, а это туда поставь. Да, чтобы тепло. Только сверху чем-нибудь прикрой, пожалуйста. Пошел ставить. Ну, в общем, вот так. Все, в теплое место. Так, продолжаем. Володя говорит, идет. Вот она, наша красота. Ну, вот, вот что получилось, смотрим. Немножко передержал даже. Буквально на 5 минут. Вот, вот сюда вот подставь, вот сюда показать, что получилось. Вот, что получилось. Ну, передержал, не передержал. Главное, что они полнехоньки. О, чепляется. А запах вкусный. Ну, что можно сказать? Настоящий хлеб? Еще ниже опускай, еще ниже опускай. Почему ниже? Еще ниже. Ниже? Ага. Вот на эту, да, вот так. А что? А ты сейчас увидишь, что. Ублизно. Да, надо же, чтобы не под самый верх. Снизу-то тут железяка, а сверху ничего нету. А-а-а. Тогда сверху прикрывать не будем. Надо будет потом еще сверху корочку помазать. Так. Обычно этого нет. Выставили 200 градусов и поставили на гриль. То есть с двух сторон. Так, по центру поставил, выставил все. Ну, так. Ну и теперь ожидание. Так, что? Ставь время, ага. 40 минут, наверное. Ставить таймер, брат. На 40 минут. Вот оно затекало. Как часовой механизм мины. Тик-тик-тик-тик. Только это у нас приятная хлебная мина. А тут у нас из остатка вот еще. Ну, что сделали? Ну, поближе-то поднеси. Поближе показать. Плохо, что она запах не передает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дай-ка мне нюхнуть моим носом. А-а-а. Горяченькая. Ой-ой-ой. Ну, тесто, конечно, нет. Не лепешное, не лепешное. То есть оно более должно быть тугим. Ты думаешь, все, да? Готово оно. Ну, тогда куда-то это, вон, положи, вон, в этот. На блюдо, вон, на то, железненькое. Железное. Ну, можно прям на эту вот подставочку. Вот она. Вот эта? Да, вот эта прям. И сюда на стол вставь. А почему на стол сейчас мы с тобой? Сейчас ты узнаешь, почему. Я сейчас выключу камеру. Ну, спаси Христос. Вот Владимир Александрович Паченко. Хлебопек. Неоднократно замеченный. В прекрасном исполнении. Прославляется чадами многими, которых кормил он. Еще такой у нас был Виктор Николаевич Савченко. А там мой учитель как раз. Да. Он сейчас во Франции кормит своих двоих этими, как оно там, кротянами и французскими бутонами. Ну, ладно, ждем 40 минут. Аллилуйя. Ну, вот продолжение выпечки хлеба. Братом Владимиром Паченко все он сам делает, все замешивает. Я только территорию предоставляю, потому что большая столовая, рассчитанная тут на две семьи, но не получилось ничего. Родители не приехали. Мама отошла ко Господу, верующая у меня в Красноярске в этом году. А отец неверующий живет с сестрой. И мы сейчас с женой одни. Он свет гаснет там, когда заканчится? Он не пикнул, не брякнуло, ничего. Странно, что-то там сломалось. Он доходит. Ну, все, все. Ничего не брякнуло. 40 минут прошло. Так, это можно на месте ставить, да? Пока ничего не надо, пускай оно будет, потому что вдруг ты сейчас еще поставишь. У нас же время есть, по идее. Хотя нет, наверное, нет уже. Давай, выключай. Старт все на нуле. Пол пятого? Во сколько выезжать там нет? Ну, через... Ну, половину, через час будем выезжать. Нет, пойдет. Пойдет еще? Ну, давай тогда. Так ты сейчас пока принесешь это все оттуда. Ну, ладно, давай, ладно, пробуем. А, точно, мы наносили. Вон оно стоит, мы хотели вынесить на мороз. У нас оно немного... Так, подгорало, да, покрыли пергаментом. Надо было сразу положить. Вот, сюда не клади. Там нельзя. Ага. Так, как мне это хоть здесь-то? Куда вытаскивать-то? Так, куда, да, действительно, куда вытаскивать-то? Переворачивать вон туда надо, вон там, убирай все. Вот здесь? Да, конечно. Бери вон стеклянную этот, из псевдостекла бери вон эту. Вон псевдостекло, вон оно. Подставку, да, ее забирай. И на нее прямо сейчас перевернешь. Три буханочки. Вот. Ну, тут даже иногда ты уходишь, когда чуть-чуть долбомлюет даже, не знаю, как она пойдет сейчас. Ну, пойдет. Пойдя. Куда я тебя еберется? Еще не что, она так просто не пойдет. Да, может и пойдет. Потряси как следует. Должно все быть нормально. Не идет, да? Не. Так, ну что тогда, лопаточка там есть или ножичком потихоньку? Ножичком. Тогда вот любой. Может даже еще это, не допеклось. Потому что он должен выпадывать сам. А как проверить? Вот так и проверяется, он должен выпадывать. Когда он тут именно не допекается, он это не выпадает. Значит, может придется, 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 длину больше выкладывать. Ставить. Или булки поменьше делать. А ну, попробуй за это еще вот эту булочку трихони. Ну, ну, и вроде идет что-то. Нет? Нет? Это поверх шевелится. А внутри там не идет. Ну, похоже, не допеклась она. Кажется, надо ставить. Ну, ставь еще. Да, ставь тогда. Ставь. Не допеклась, так не допеклась. Еще мы теперь. А низ как? Что нужно? Чтобы низ пекса, а век нет, да? Ну, вот надо этот, ставить там, где, где внизу палочка. Черточка внизу. Переворачивай его сейчас. Она вот так стояла. Она неправильно стояла. Брат, ну я кто виноват? Ты же ставил. Почему? Да ты что? Ты поставил. Да что ты будешь делать? И вот она почему и получилась. Ну, вот это. Сейчас ставь. И я тоже не увидел. И я тоже не обратил внимания. Почему вверх-то и горел? Да думаю, что такое-то? Ну, конечно, конечно. Конечно. Я ставил-то точно, да? И как же я так поставил, не заметил? Вот так. Как говорят, сослепу. Поспешил. Сослепу. Тут монет поспешить не красиво. Да. Ну, что сделаешь? Вот это да. Как говорят, первый бенгром. Так что, по времени у нас получается. Что стоит-то? 20 минут? Минут, наверное, 20. А ты, я думаю, что такое верх-то? Как так вверх? Ну, правильно, он вверх и пропекся. Мы и так и сделали. Еще и подгорел. Ну, да. Ну, вот такие бывают казусы. Да, это точно. Ну, что, Володь, как? Попытка номер два? Первый, говорится, блинкомом. Первый хлеб. Вкусным комочком. С Божьей помощью. Перекрестись, брат, когда. Ну-ка, Господи, благослови нас. Так-то вкусно, это, буханочки такие прям. Она от жары там терпит, тостикло? Ну, конечно. Какая тут жара-то эта так, мелочи. Хоть бы выпали. Вот что-то такое есть уже. Что-то такое есть. 20 минут маловато, оказалось. Думаешь, маловато, да? Ну, еще поставь. Ничего страшного, у нас время есть. Второй раз оказалось тоже маловато. Вкусно пахнет еще и хлебушек. Вот оно, что значит, как хлебушек. Не просто его еще добыть. Его еще и сделать надо, да? А без хлебушка никак. Как? Сколько еще минут-то? Ну, минут 10. Лучше, наверное, не надо. Ну, все. Продолжение. Вот так делает. Не стали сейчас трясти сразу. Сейчас немножко под краем срежет. В чем дело, непонятно. То ли мало помазал маслицем, то ли что. А ты представляешь? Не пропеченный. Не пропеченный еще даже? Да. Да как так-то? Значит, температура. Слабая температура, значит. Но у нас до 250 можно поднимать. На этой, да? Ну, конечно. Ну, у нас есть кусочек лепешки. Который... Можно... Игнать Тихоновичу показать, что... Да нет-нет-нет, мы же делали. Да, ребята. Капусту у вас солить получается лучше. Не, ну и так всегда. Так всегда. Тесто это очень специфический продукт. Вообще всегда был. У меня тут опыта нету без печки. Да, 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 да. И у меня тоже. Потому что у меня была хлебопечка. И я спокойно отдавал все на... Ну, хлебопечки у нас все делалось 3 часа 40 минут. Все выпекалось за 3 часа 40 минут. А она говорила, пик! За 3 часа 40 минут. И мы доставали буханочку. Я переворачивал, она выпадывала. Я доставал эти замешивалки там внутри оставались в каждой буханке. Дырочки такие. О, пошло. Развалилось? Что там? Да, все, что. Как видишь. Нет, не идет. Походу, дело еще одной из причин. Мало смазано было. Сухое все. Угу, ясно. Ладно, придется оставлять на это все хозяйство. Потом придется убрать. Ну, назад поставь. Это, назад заложи эти штуки. Которые выпали. Или с собой возьми хотя бы вот это. Да не, не, не. Ладно. Что тогда скажем нашему брату, старшему? Не получилось. Я не буду брать ничего. Скажем, что это не выпало, да? Не получилось. Ну, ладно, пускай тогда стоит. Все, тогда закрываем этот. Все. Ну, значит, завтра будем доделывать. Тесто. Гошло. Чуть. Я муки больше буду добавлять. Раз. Во-вторых, обмазывать надо более сильнее. То есть, надо губкой взять. Вот эти вот края особенно. То есть, она очень сухая оказалась почему-то. А вот с температурой я не знаю. То ли это же, то ли увеличить она. Ну, увеличить немножко и можно. 210 поставить. Ну, что, Богу нашему слава веки веков. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. 20 ноября 2019 года. Продолжение выпечки хлеба. Кое-какие нюансы. Учли. Недоработки учли. Хлеб получился. Надо было только, чтобы он постоял. Вот сейчас вот брат смачивает тряпицу полотенчика. Укладывает его. И сейчас... Молосы раскладывать или это? Свернуть его? Не, вдвойне сделай. Нет, не так это. А то не хватит же. Вот так, да. И сейчас будет доставать хлеб. Он стоял где-то, наверное, час, да? Час-десять. Поменьше. Поменьше сделали. 50 минут. 50 минут стоял. Вот ничего уже не подгорело. Вчера я был виноват. Поторопился. Поставил не гриль, а верхнюю выпечку. И он поэтому подгорел. А сейчас вот какой прекраснейший. Вот. Хлебушек. Вчера повыше поднялся. Тесто вчерашнее было, но сегодня не очень. Ну, потому что его заморозили мы. У нас сейчас минус 30 градусов на улице. Даже больше. Минус 33. Утром было. Поэтому тесто подзамерзло. Немножко оттаяло. Часа полтора. И вот из него делали. Ну, все равно приподнялось оно. Пожалуйста. Отлично. Вот он какой красавец. Да. Однозначно красивый. А теперь будем ждать, когда мокрое и контраст, и горячее, отпарит низ и краешки. Ну, эти. Самые главные это это... Уголки. Уголки, да. Уголки, правильно. Самые главные уголки. Уголки и все остальное выпадывают. А вот это я не знаю. Я думал, надо было сверху накрывать. Оказывается, под низ надо все это. Ну. Ну, мне сейчас жена пришла. Нюансы некоторые рассказали, которые мы не знали. Я говорю, а как же в формах выпекают? Она говорит, форму надо подогреть было. Очень обильно смазать. То есть, никак ты бы не смог делать там, где у себя. Потому что... Ну, у нас-то дома-то, конечно, у нас не те условия совершенно. Там или сгорело бы в нашей духовке, или не допекло бы. Здесь, конечно, все горят градусы, все, что надо выставить. Все, есть он. Ну, сейчас, примерно, поняли, 50 минут уходит в этой духовке. И 6 буханок получается на 3,5 литра воды, куда опускается 3 килограмма муки, 3 ложки столовой сахара без горки и соли без горки, растительного масла, 3, так же, ложки всего этого. И все перемешивается. Там закваска делается и 3 пачечки дрожжей. 11-граммовые. Сав-дрожжи называется они. Сав-момент. Сав-момент, да. Как раз пачка на 1 килограмм. Температура была 200 градусов. Получается 6 крупных, довольно-таки, буханок хлеба. Или кирпичей. Кирпич, наверное, да? Я теперь понял, почему кирпич. Форма, как у кирпича, да? Ну, да-да-да, прямоугольная. Это кирпич. Хотя всегда называлась она буханка. А буханка, от слова, набухать. Набухать. Она такая должна быть. Силая? Я думаю, эти вносят разные названия, в зависимости от чем человек занимается. Ну, да. То есть, она как бы в своей специальности. Попутно мы тут еще приготовили костной еды. Да, сейчас еще остатки теста осталось. Я лепешку сделал. Сейчас там она поднимется и на сковородке будет запекаться. Лепешка поднимается, сковородка такая, не чугунная. Нет, это только она очень старая уже. Старый сплав, наверное, этот. Да, да. Это пищевой алюминий такой. Старый. Ну, есть чугунная там одна у нас есть. Это еще бабушка, когда здесь жила, на этом. Тут дом ее стоял, халупка. Ее еще память о ней. Которая обратилась в маленький домишко. Да, маленький, да. Скромный. Как я хотел жить с родителями здесь. Ну, даст Бог, отец-то привет. Если решится на это, конечно. Вряд ли. Сейчас позиму, кто повезет его. Вот так, слава Богу. Такие дела. Ну, слава Христу, хлеб есть. Главное, ничего не пропало из тех трех буханок. Ну, немножко они развалились только, и все, то, что поторопились их вытаскивать. Надо было, чтобы они отстоялись от этого. Ну, да, поторопились, потому что у меня был опыт такой, что сразу вытаскивало все. Вот и это. А тут, видишь, она застряла, засохла. Ладно. Ну, все, спаси Христос, брат. Спаси Христос. Да. Да, да, да. Время, место. Слава Богу. Спасибо.